Слава нашему Господу Иисусу Христу Это день, который будет единственным днем в истории Мироздания И это произошло, когда? Кто подскажет, интернет-пользователи тоже И когда это могло случиться? Если случилось уже, то когда? На Голгофе? Когда Иисус пострадал и пролил свою кровь? Когда для меня вопрос был, вот я услышал ответ Что этот день, когда Он стал оправданием нашим Это Голгофа, когда Иисус, да Воскрес, воскресение Иисуса Христа Если бы Иисус не воскрес из мертвых Ни о каком оправдании не было бы даже и речи Он воскрес в наше оправдание Это и был тот самый день, о котором Господь говорил И будет в тот день, Господь, оправдание наше А умер Он за грехи наши Положен во гробе по Писанию В третий день воскрес по Писанию И воскрес в наше оправдание А если бы Христос не воскрес, мы бы не были оправданы Мы бы были во грехах Ну, так говорит Писание Это действительно Мир вам всем, интернет-пользователям Вашим домам, вашим семьям Благословений вам И благодарность вам всем за ваше участие в служении Которое вы также поддерживаете через интернет Распространяя Кто-то комментирует Ну, кто-то может быть по обыкновению своему Думает, что это кто-нибудь другой сделает Ну, это право каждого Сегодня я буду говорить на тему восхищения И слово восхищение, оно имеет не одно значение Это можно рассматривать как восторг Чувство такое, я вот восхищен, восхищаюсь, да Я восхищен, я восхищаюсь этим, восхищаюсь То есть, как бы чувство восторга, да И восхищение буквально другое значение этого слова Как взятые вверх Слово восхищение, как взятые вверх Я об этом буду говорить Мы восхищаемся премудростью Божьей, Его красотой, Его величием, восторгаемся Все это да Но сейчас я хочу говорить именно об этом Как о взятые вверх Восхищение В первом послании, но прежде чем Мы будем восхищены Сначала нам нужно исполнить то предназначение Которое имеет для каждого из нас Господь Здесь, на земле Ученики тоже хотели Вот два брата, сына Заведей Они тоже хотели уже заручиться гарантиями Что один сядет справа, другой слева Но Иисус сказал, это все будет потом А сейчас вооружайтесь и настраивайтесь Вот на какие мысли Что надлежит вам исполнить А все это потом будет Все то, о чем вы сейчас спрашиваете Это все будет потом Побеждающему, он сказал, я дам сесть со мной на престоле А побеждать мы будем не там Побеждаем мы здесь В первом послании к Фессалоникийцам я читаю во 2 главе 4 по 6, 12-13 стихи Как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие Так и мы говорим, угождая не человеком Но Богу, испытывающему сердца наши То есть точно так же, как бы в ответ Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие Он удостоил нас этого Так и мы, угождая не человеком, но Богу Мы совершаем предлежащее нам поприще Ибо никогда не было у нас пред вами Ни слов ласкательства Как вы знаете, ни вида в корости Ни того, ни другого В нашем служении не присутствовало И подтверждает, призывая Бога Он говорит, Бог свидетель Что всего этого не было Мы ищем славы человеческой Ни от вас, ни от других Мы просили и убеждали И умоляли поступать Достойно Бога Призвавшего вас В свое царство и славу Бог призвал нас Куда? В свое царство И в свою славу Он призвал нас в свое царство и в свою славу То есть это говорит о том, что он со своей церковью Намерен разделить свою славу Да? Намерен Конечно, мы знаем такое описание Когда Бог говорил Я славы моей не дам иному и хвалы истуканам То есть О чем здесь шла речь В данном случае Славы не дам иному То есть Если Кто-то хочет ту славу Которая принадлежит ему Отдавать кому-то другому Что собственно делал израильский народ Когда они поклонялись истуканам Да? Он говорит Я не дам славы моей иному Я не дам моей хвалы истуканам Я не позволю это Другими словами Я не позволю этому быть Но Он за собой оставляет право разделить славу Человек является венцом его творения Я много раз уже говорил Все то, что происходило в процессе мироздания Не было целью, самоцелью Целью был сам человек То, что сотворил Господь Уже после того, когда все абсолютно сотворил Обозрел и сказал Весьма хорошо И после этого Господь сотворил человека Сотворил человека И Сотворил человека для вечного бытия Намерен Господь с человеком разделить свою славу Мы не можем сказать о Боге Вот он такой честолюбивый Нет в нем чувства эгоизма Нам нужно понимать его промысел Нам нужно понимать его сущность Его мировоззрение Мы говорим, а мы имеем ум Христов Если мы имеем ум Христов Значит мы представляем во всей полноте Все, как он видит Мы не ищем славу человеческой Ни от вас, ни от других Об этом говорит апостол Павел Но именно апостол Павел написал В одном из своих посланий Тем, кто постоянством в добром деле Ищет чего? Славы, чести и бессмертия Им жизнь вечную Тем, кто постоянством в добром деле Ищет себе славу Какой славы? Человеческой славы? Нет Павел говорит Тот же самый Он говорит, нет Славы человеческой мы не ищем Иисус говорил, что он не принимает Такой славы От человеков, да? Как не принимает? А кого же мы прославляем? А мы кого прославляем? Мы кого прославляем? Мы не Его прославляем? Мы Его прославляем, да? Мы его прославляем. Скажите, если он не будет принимать эту славу? Это пустое занятие для нас будет, да, если мы будем его прославлять? Это пустое занятие, если он не примет ее? В чем же смысл, в чем же дело, о чем идет речь? Вот в одном случае Павел говорит, мы не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. В другом послании он говорит, что тем, кто постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия, им жизнь вечную и напротив, о других, ну мы не будем о той категории говорить. Итак, он призывает, то есть Павел в своем послании нас вдохновляет, благословляет и стимулирует к тому, чтобы мы посредством наших добрых дел, нашего жития, мы искали этого, чтобы мы искали этого, нам нужно понять идеи Бога. Читаем дальше. Значит, он призвал нас в свое царство и в свою славу. А что мы будем делать в его царстве? Царствовать? Славить его. И мы будем царствовать, написано, да? Соделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать с ним, да? Или нет? Мы смущаемся, мы не уверены. Ну так написано. А если так написано, давайте будем дерзать. Так написано, да? Соделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать. Они оживут и будут что делать с ним? Царствовать. А почему мы такие не уверены? У нас как-то язык не очень поворачивается в эту сторону. Ну так написано. Так написано. И мы будем с ним царствовать. То есть он призвал нас в свое царство, значит, мы будем с ним царствовать в его царстве. И он признал нас в свою славу. А что мы там будем делать в его славе? Ну снова скажем, его славить. Разделять эту славу. Он намерен разделять с нами эту славу. Но я не хочу быть голословным. Я не хочу быть голословным, и у нас должны быть веские основания к тому, о чем мы заявляем. В послании к римлянам, в 8 главе, 28-30 стихи. Нет, давайте вернемся еще назад и прочитаем 12-13 стих у фессалоникийцев. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас верующих. Слово Божие какое? Живое и действенное. Скажите, а слова, которые мы принимаем от людей, как человеческие слова, а они какое-то действие производят? Производят. Конечно, производят. Они тоже производят. Только вопрос не в том, производят или не производят. Вопрос не в том, действенные или не действенные слова людей, которые мы принимаем. Вопрос, какое действие они производят. То, что они производят действие, это факт. Вопрос в другом. Какое действие производят? В этом и разница. Если это Слово Божие, мы знаем, какое оно действие в нас производит. Потому что Его Дух благой, Он ведет нас в землю правды. И в Нем нет никакого обольщения, нет заблуждения, нет ничего этого. Это истина, это жизнь. А есть слова, и Павел говорит, вы приняли, и мы благодарим за это Бога, вы приняли от нас слышное Слово Божие не как Слово человеческое, а вы приняли его как Слово Божие. И поэтому в вас оно производит именно вот такое действие. Вот он, какой результат. И этот результат должен быть очевиден. Скажите, когда речь идет о Духе Обольстителе, который обольщает, и люди это принимают, это что же производит действие, да? Это производит действие. Только, как я уже сказал, только какое действие. И Господь говорил, по плодам нужно и узнавать, какое это действие производит. Посмотрите, что из этого всего получается. Слово Божие, оно имеет действие. Слова человеческие, они тоже имеют действие. И Павел говорит, я благодарю Господа Бога, что вы приняли эти слова, не как слова человеческие, а как слова Божие, потому что на самом деле это так и есть. И теперь, как я уже объявил, римлянам 8 глава, 28-30 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению. Мы прочитали, что Он призвал нас в Своё Царство и Славу. И для чего Он призвал нас в Своё Царство и Свою Славу? И теперь, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу. Призванным куда? Ну, мы уже знаем, куда. Призванный в Его Царство и в Его Славу. Он призвал нас туда. Он призвал нас в Своё Царство и в Свою Славу. И всем, любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу. Под словом «всё» заключается «всё». От слова «совершенно». То есть, всё без исключения. Если Павел говорит «всё могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе», то это тоже от слова «абсолютно всё». Совершенно всё. И всё то, что может с нами происходить, также всё содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть, это Его определение. Помните, входя в мир, Господь Иисус говорит, да? Входя в мир, что возвестил? Возвещу определение Моё. Возвещу определение Моё. И вы знаете, Он не будет возвещать своё определение только самому себе. Для нас Он тоже хочет что-то возвестить. Нам Он тоже возвещает своё определение. Он не пришёл в этот мир, чтобы открыть. Он говорит, я один знаю намерения о вас, какие имею. И Он их возвещает, и Он их открывает. И здесь мы читаем, что всё, это значит всё, Он хочет нам возвестить. Кого предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Это по Его определению. Возвещу определение. По Его определению образ и подобие. Он соделал нас причастниками своего Божеского естества. Мы стали причастниками Христу, причастниками Духа Святого, да? Так написано. Так написано. И мы это веруем всем своим сердцем. Веруем. Ко спасению или к оправданию? Ко спасению. А устами провозглашаем? Хорошо. Дабы Он был, Он, Иисус, был первородным между многими братьями. А кого предопределил, тех и призвал. Он предопределил. Сначала предопределение. И кого Он предопределил, Он тех призвал. А кого призвал, вот тех уже и оправдал. А кого Он уже оправдал, тех и прославил. Бог прославил. Ну, не принято. У нас, как бы, это не очень принято говорить о том, что Бог может... Ну, то, что Он может нас... То, что Он нас оправдал, что Он нас предопределил, что Он нас призвал, в этом искупил, в этом, как бы, скажем, мы даже... Мы легко, у нас язык легко поворачивается. А вот насчет прославил, ну, здесь же написано, тех, кого Он оправдал, тех и прославил. Почему? Так Он призвал нас же в свою славу. Он же призвал нас в свое царство и в свою славу. Мы, скажем, Бог язык не поворачивается. На что не поворачивается язык? Признать то, что Он сделал? Не поворачивается язык сказать о том, что Он сделал для нас? Надо это признавать, прославлять Его за это. Апостол Петр говорит в 1-м послании, в 5-й главе, 10-й, 11-й стих. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Апостол Павел сказал, что Он призвал нас в свое царство и в свою славу. Апостол Петр говорит, Он призвал нас в свою вечную славу. В вечную славу свою. Он призвал нас туда. Он призвал нас туда, чтобы мы смотрели, любовались, а Он будет красоваться перед нами. Он призвал нас для чего-то. И как я уже сказал, нам надо понять, что там будет за пределами временного бытия, когда мы переступим вот эту черту и войдем в грядущие века. Что там происходить? Мы будем вечно прославлять Его. И Он скажет, ну, наконец-то, пришло время, а то вам на земле все время некогда было, некогда, а вот теперь уж я буду наслаждаться. Теперь вы будете вечно меня прославлять, а я буду этим наслаждаться. Написано, на подвиг души своей смотрит с довольством. Я уже говорил, Его триумф наступил. Не тогда, когда Он вознесся. Он вознесся во славе. Он совершил подвиг, и Он вознесся во славе. Но это не был Его триумф. Его триумф будет, когда наступил брак Агнца, и жена приготовила себя, и на подвиг души Он смотрит с довольством. Вот Его триумф где. А пока что еще ни о каком триумфе речь не идет. Бог обращается к Иисусу, сыну Навина. Он приводит Ему на память свое отношение к Моисею, кем был Моисей в глазах Бога, и говорит, ты будешь. Собственно, это тоже Бог возвестил такое определение Моисею. Он сказал, Иисус Навин, Он будет продолжать. Ты, Моисеев, зайдешь вот туда, на гору, а Иисус, сын Навина, Он продолжит, Он будет продолжать. И Господь сказал Иисусу, это Иисусу Навина, 3 глава, 7 стих, «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобой». Они должны будут перейти в воды Иордана. И это не будет просто так путешествие. Они не будут строить какую-то переправу. Господь скажет через Иисуса Навина, скажи священникам, вот это, 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 возьмут ковчег, они пойдут первыми, они войдут в воды Иордана вместе с ковчегом. Иордан будет бурлить, но священники, несущие их ковчег, они пойдут первыми, и они войдут, они должны будут вступить в воды Иордана. Что произойдет с водами Иордана? Они раступятся. Воды Иордана раступятся. Если они переплывут на байдарках или на лодках, как-то там переплывут, сделают себе какие-то переправы, плоты, они не увидят той славы. Они должны будут увидеть славу Божию. Что сделал Моисей, или что произошло с Черным морем, когда Моисей по повелению Бога сказал, простри жезл твой на море. Раступилось море? Раступилось. И они прошли по суше. Бог сказал Иисусу, сыну Навина, я подтвержу твои полномочия все в глазах всего Израиля, что я избрал тебя так, как был Моисей, так будешь ты. Я начну тебя прославлять. Дерзай. Будь твердый, будь мужественный. Передай все эти слова, немало не сомневаясь. Выступайте. Вы должны будете перейти туда, на ту сторону Иордана, и там тебя ждут великие дела. Там ты должен будешь исполнить твое предназначение. И как сказал Господь Иисусу, сыну Навина, Он сделал все в точности. И вот 4 глава, 14 стих. Как и обещал Господь ему, написано, в тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его. Бог поднял Его авторитет. Вы представляете, насколько Бог поднял Его авторитет? Как Бог поднимал авторитет Моисея? Он же тоже, помните, смущался Моисей? Я приду, вот то, как люди будут относиться ко мне. И видели люди то, что делал Бог через Моисея. Как Бог являл свою славу. Моисей смущался, Бог ему говорил, руку за пазуху положи себе. Он положил, достань, достал, рука белая от проказы. Представляете, как перепугался. Что теперь будет? Вложи обратно, вложил обратно, вытащил, рука чистая, да? То есть, Бог подтверждал, Он являл славу, Он утверждал. Вы знаете, Библия говорит о славе человеческой. Какова она? Чему она подобна? Траве, которая к вечеру просто уже завянет, да? Вот такая слава человеческая. Вот такая слава человеческая. И знаете, в этом мире вот есть, это наблюдается такая, как бы скажем, закономерность. Когда начинают человека очень сильно превозносить, это произойдет до какого-то определенного пика, а потом, а потом его просто втопчут в грязь. Сегодня, я встречался с этим, когда кто-то хотел быть правой рукой у меня, а потом левой ногой втоптывали в грязь. Это закономерность. Такова закономерность. Ничего в этом удивительного нет. Ничего в этом удивительного нет. Сафрон-младший сегодня вспомнил нам историю, как 70 учеников пришли и говорят, О, Иисус, нам бесы повинуются о имени Твоем. Вообще все, как круто мы ходим, там такое все происходит. Но именно вот эти 70, когда Иисус стал говорить им о самом важном, когда Он стал говорить о своем теле, о крови, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить его крови, тогда они соблазнились и уже не стали больше с Ним ходить. У всех нашлись какие-то причины, и они больше с Ним ходить не стали. Иисус, когда вышел на свое служение, как много с Ним было людей? Никого? Нет, 12 это уже в процессе Он их собрал. Он прошел, вот Петр с Андреем, да, там и Ансиаковым, да, и вот начинает, и вот так Он собрал команду из 12 человек, да, и нарек их апостолами, да, А потом большое собрание собирались, потом такие толпы народа собирались, что иногда по причине, что они теснят, Иисус вынужден был сесть в лодку и отойти от берега, да, иногда такое скопление народа, Он приподнимался на холм, на какой-то, на гуру, и оттуда, да, начинал говорить и учить. Такое большое скопление, что стало происходить буквально накануне того, что должно произойти, как самое ключевое событие, когда Иисус начал говорить уже открытым текстом о своих страданиях, о своей смерти. Все оставили Его. Началось, началось все в обратном порядке. Уже толпы народа не ходят, даже уже вот эти 70 уже не ходят, на что Иисус спросил у остальных 12, не хотите ли и вы отойти, то есть все то, что вот было такое, как бы скажем, вот этот ажиотаж весь, потихонечку все-все-все-все-все заглохло, и остались только они. Но Он сказал, в эту ночь все рассеетесь, да, и это произошло, и это произошло. И вы знаете, когда авторитет человека, вот так вот люди поднимают, поднимают, работает, как говорится, все на его авторитет, задействованы всякие средства массовой информации, что может произойти потом. И человек, человек уже увидит себя таким окрыленным, и он видит себя уже, ну, прям небожителем, и, ну, как будто бы он уже вообще просто опускается на землю и уходит опять куда-то туда. И этот авторитет в любой момент рухнет с грохотом. И чем выше этот авторитет вознесли, тем дольше содрогается земля, когда он падает. И это правда. Но когда Бог возносит человека, да, если Бог понимает, вот как он Моисея или Иисуса Навина, да, стал прославлять, до конца жизни своей народ понимал, кто этот человек Иисус и сын Навина. И мы увидели, что стали бояться Его, как боялись Моисея, во все дни жизни Его. Кто поднял так авторитет? Господь поднял таким образом авторитет. Я не брал в подборку к проповеди из первой книги царств во второй главе 30 стих. Господь говорит «Прославляющих Меня Я прославлю». Там так написано. Вот у меня в руках Библия. Не буду цитировать наизусть, прочитаю буквально, глядя в текст. «Прославляю Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». Господь говорит «Я прославлю прославляющих Меня». Я задавал в разминке вопрос, что происходит, как реагирует, чем отвечает Бог, когда мы Его прославляем. И это не только в песнопениях. Мы можем выучить какие-то песни, петь, вы знаете, чаще всего что происходит. Мы поем даже не задумываясь над тем, что мы поем. Библия говорит «Пойте разумно». То есть, что значит разумно? Вдумывайтесь в то, что вы поете, о чем говорите. В ваших песнопениях должна выражаться слава и хвала Господу. Мы не на конкурсе исполнителей, лучших исполнителей. Когда речь идет о Боге, не имеет значения, есть у тебя музыкальный слух или нет. Кто-то скажет «Ой, как красиво поет». И Бог послушает действительно, у тебя голос какой-то такой, тембра у тебя какие-то, и слуха у тебя музыкального нет. Вот его послушаю, вот он красиво поет. Не имеет значения для Бога. Бог на это внимания не обращает. Бог на это внимания не обращает. И даже когда музыкант не умеет играть, а просто бряцание, есть такое в Библии слово, бряцайте, но во славу его. Когда Давид стал, он никакие хореографические курсы не проходил, но когда несли ковчег, он стал вести себя как безумный, стал скакать, стал прыгать, его танцы были, наверное, может быть, какими-то такими, скажем так, смешными, да? и даже его жена царица Милхова увидела и говорит, ведешь себя как безумный, как простолюдина, ну ты же царь, а он говорит, да пред Господом моим, во славу Господа моего, я буду искакать и прыгать, я буду. Он это не делал кому-то на показ, это все вызвало у него бурю эмоций, ковчег вносится сюда, построена скинья, сюда сейчас месут ковчег, его переполняют эмоции, его переполняет радость, и он ведет себя так, как безумный. Что сделал Господь, как отреагировал Господь на простите, на то суждение, которым осудила Милхова Давида? Что Господь сделал? Он заключил ее чрево, вот только за это. У нее не было детей. Господь заключил ее чрево за это. За то, что она вот так сказала. Сегодня мы можем видеть подобные картины, когда человек переполнен эмоциями и выражает их, и мы можем смотреть на него, как на безумца. Нужно быть очень осторожными. Когда человек во славу Господа, я не знаю, что он может делать, как он может себя проявлять, Господь сказал, я прославляющих меня прославлю, и наоборот, бесславящие меня будут посрамлены, сказал Господь. Я прославлю. Он это сделал, как мы уже сказали, с Иисусом новином, да? Он сказал, я буду прославлять тебя. Вот в этот день, давай, приготовились, все, в назначенный день выступайте, и я тебя в этот день начну прославлять в глазах всего народа. И как сказал Господь, так и сделал. Скажите, вот тот человек, о котором мы часто говорим, людям говорить, Илья, все хотят быть на него, конечно же, похожими, это нормально, быть похожими на этого пророка. Такая слава, такая сила. Даже ученики говорили, помните, сведем огонь, как и Илья это делал. Тоже все хотели подражать Ильи. Вот, и мы знаем, как протекала вся его жизнь, сколько было у него ненавистников, сколько против него слали всяких проклятий, такие как Изавель, да? Мы знаем его жизнь, мы знаем весь его гардероб, из чего он состоял, мы знаем все его роскошные хоромы, в которых он жил, да? Вот где, под каким кустом прилег, вот это и был его дом, вот эта милость, которую он подстелит под себя, ей же он накроется, вот, и она ему служила на все случаи жизни. Мы знаем, мы знаем, что хотели его, его ненавидели, лютой смертью ненавидели определенные круги, причем не просто определенные, а те, кто, как бы, скажем, властимущие. Так было до определенного времени, когда Господь захотел, что сделать? Восхитить Илью. Он захотел восхитить Илью. Но у Ильи есть очень способный ученик, который наблюдал за каждым его движением, он перенимал абсолютно все, это Елисей, он был очень прилежный ученик, Елисей. И Елисей на нем опочил этот дух пророческий, и он знал, Бог хочет восхитить Илью. Илья говорит Елисею, ты вот тут оставайся, мне надо сходить вот туда-туда, он говорит, я тоже схожу туда, знаешь, веселее тебе, дорога веселее твоя, я тоже с тобой пойду. И он за ним туда. Илья говорит, ну хорошо, ладно, вот мы пришли сюда, ну вот оставайся здесь, я вот сейчас вот пойду туда. Он говорит, у меня тоже там дело есть, я тоже туда пойду. Причина, почему Елисей за ним увязался, не хочет спускать? Он хочет видеть это, он хочет видеть, как это произойдет. А тут сыны пророческие говорят Елисею, Елисей, Елисей, мы хотим тебе сказать что-то. Он говорит, тихо, я сам, я и без вас это уже знаю. Они ему хотят сказать, что Бог будет брать твоего, восхитить твоего учителя. Он говорит, я это знаю, вот поэтому и хожу следом за ним. Ну, Илья понимает, не отступит никуда. Елисей говорит, хорошо, скажи, прежде чем это произойдет, Елисей, что бы ты хотел, ну что бы я мог бы сделать для тебя, прежде чем это произойдет? Если благословить тебя, так я это уже сделал. Господь сказал, возложи руки вот на вот этого человека, видишь, он пашет на валах, вот его возьми, он будет твоим учеником, возьми, он продолжит потом твое дело, служение. Если это, ну я, как бы это я уже сделал, скажи, что бы ты хотел, что бы ты хотел, он говорит, я хочу, вот это все, что я хочу, чтобы тот дух, который на тебе, чтобы он опочил на мне вдвойне, ничего другого, ничего другого, Елисей не захотел от Илии, дух, который на тебе, а он знал, что за дух, и чей дух на Илии. Илия говорит, ну, ты просишь такого, это не будет зависеть от меня, и это возможно, наверное, если ты увидишь, как это все произойдет своими глазами, увижу. И он шел, и пришло время, Господь захотел восхитить Илию. Мы знаем всю эту историю, как примчалось в вихре огня, в вихре огня колесница, запряженная огненными конями, в нее вошел помазанник Божий. Тот, над кем могли глумиться, тот, кого могли презирать, помазанник Божий вошел. Это он в глазах тех или тех, той же Изавилии, и всех этих пророков, Валовых и Дубравных, это он был такой презренный. Но что произойдет здесь сейчас? Он вошел в колесницу. Не надо тебе никакие ремни тут безопасности пристягивать, ничего тебе вот этого не надо. И в вихре, и ушел в вихре огня Илия. Только милоть вот эта, больше там не понадобится. Там ему эта милоть не нужна будет. Она упала. И взял ее Елисей. Глядя в небо, он только прокричал «Илия, колесница иконница всего Израиля». Один человек, какое он имел значение в глазах Бога, и взял эту милоть, ему нужно перейти обратно через Иордан, да? И он взял этой милоть и по воде ударил. Вода раступилась. Вода раступилась и перешел Елисей. Илья был восхищен. Илья был восхищен. Богу не нужны никакие космические ракеты, чтобы взять нас в свою славу. здесь на земле мы совершаем предлежащее нам поприще. Как это делали вот эти мужи Божии, о которых мы говорим. И в назначенный день это произошло. Как это случилось с Иисусом? Вознесся во славе, стоит, разговаривает со своими учениками, и вдруг без помощи каких-нибудь аппаратов начинает отделяться от земли. И потом что скрыло его из вида? Облако. И облако скрыло его из вида. И стояли некоторое время вот так вот, глядя в небо ученики Иисуса Христа. И ангел сказал им, мужи, что вы стоите смотрите. Давайте ободряйтесь, перед вами есть цели, задачи. Иисус, вознесшийся от вас, он вернется. Он вернется, как я обещал, вернется. А вы, как только сойдет на вас Дух Святой, вы примите силу быть свидетелями Ему. Не только здесь, в Иерусалиме, или в Иудее, до края земли. И они, как и говорил им Господь, находились некоторое время вместе, в продолжении нескольких дней, до Дня Пятидесятницы, и сошел на них Дух Святой. И они облеклись силой свыше. И они исполнили, они достойно исполнили свое предназначение. Знаете, Бог говорил, еще через пророка Захарию, показывал видение. Такая масляничная ветвь, две масляничные ветви, которые источают из себя серебро, золото, что это за... И Захария говорит, я не знаю это. Он говорит, это две маслины, это два пророка, предстоящие Господу всей земли. И но должны же когда-то эти пророки проявить себя, да? Раз видел их Захария, а зачем вот эта картина была показана? Зачем было вот это видение? Это два пророка, две маслины, предстоящие Господу всей земли, а в одиннадцатой главе книги Откровения они появляются. когда Господь сказал измерь вот это, вот это, вот это, жертвенник, поклоняющихся на нем. И вот здесь появляются два пророка, две маслины. Это два пророка, предстоящие Господу всей земли. Они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Они будут иметь великую силу во дни пророчествования их. Если кто-то захочет их обидеть, произойдет то, что происходило во времена Илии. Огонь пожрет их врагов. Но время их пророчествования закончится. И когда время их пророчества закончится, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и убьет их. И будут тела этих двух пророков лежать на улицах великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Люди начнут праздновать, торжествовать, подарки рассылать друг другу, потому что вот эти два пророка мешали им жить той жизнью, которой они хотели жить. Они хотели жить как бы в зоне комфорта. Вы же понимаете Содом и Египет здесь говорится, как духовно называется Содом и Египет. И они вот в этом хотели жить, но вот эти два пророка, подобно как Иоанн Креститель, он тоже мешал Ироду и Иродиаде и всем Иродиадам, он мешал. Они его ненавидели, за что? Он обличал. А он обличал, и он говорил, не должно тебе делать то, что ты делаешь. Ну и что, что ты царь? Ну ты не должен делать то, что ты делаешь. Мы знаем, как выместил весь свой гнев на нем и Ирод, и жена его Иродиада, что случилось с Иоанном Крестителем. Но это величайший пророк, о котором Иисус сказал, из рожденных женами не ластовал пророк больше Иоанна Крестителя не восставал пророк больше. О нем столько пророчеств об этом человеке, о нем столько пророчеств было сказано в разных пророках. Это о нем говорилось. И вот эти два пророка или тела теперь уже этих двух пророков лежат на улицах этого города, который духовно называется Содом и Египет. Люди подарки друг другу шлют. Не стало больше этих пророков, которые мешали и мучили их. Не стало но мы будем читать пройдет три с половиной дня их тела лежат на улицах этого города. Я читаю в этой главе в одиннадцатой одиннадцатый двенадцатый пятнадцатый и девятнадцатый стихи. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога и они оба стали на ноги свои и великий страх напал на тех которые смотрели на них и услышали они с неба громкий голос говоривший им взойдите сюда и они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. вот это история понимаете на виду у всех на виду у всех они тут праздновали торжествовали подарки друг другу рассылали тела их не хоронят они лежат вот здесь как презренные вошел в них дух жизни от Бога они стали на ноги свои голос с неба взойдите сюда благословенные и они взошли на небо на облаке враги их смотрели на них и знаете что случилось когда они взошли на облаке знаете что случилось седьмой ангел вострубил седьмой ангел вострубил и раздались на небе громкие голоса говорящие царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков и двадцать четыре старца сидящие пред Богом на престолах своих пали на лица свои и поклонились Богу говоря благодарим тебя Господи Божий Вседержитель который есть и был и грядешь что ты принял силу твою великую и воцарился и рассверепели язычники и пришел гнев твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым боящимся имени твоего малым и великим и погубить губивших землю и отверзся храм Божий на небе и явился ковчег завета его в храме его и произошли молнии и голоса и громы и землетрясения и великий град когда два пророка взошли на небо на облаке им больше ничего здесь угрожать не может седьмой ангел вострубил вот здесь вострубил седьмой ангел и что произошло пришло время как начало извергаться небо богу воздали славу что ты принял славу твою силу твою великую воцарился пришло время когда ты воздашь всем твоим святым всем пророкам всем боящимся имени твоего всем великим и малым пришло это время пришло это время и открылся или отверстия храм божий на небе явился ковчег завета знаете какой ковчег завета вот тот самый ковчег завета о котором столько много разговоров и поисков где его только не ищут где его только не ищут но он был скрыт он был скрыт и вот мы видим здесь и вот он становится явился ковчег завета его в храме его «Произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град». Бог говорил через пророка или апостола Павла, мы его можем назвать пророком, апостол Павел, он говорил, что относительно обольщения, когда приходит кто-то, возвещает, будто бы день его уже настав, а он говорит, да не областит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление, не откроется человек греха и сын погибели, противящийся, превозносящийся, выше всего называемого Богом, да? Вот тогда, и он сказал, что это произойдет, тогда откроется, когда будет взят от среды удерживающий теперь, тогда откроется беззаконник. Тогда все откроется, вся правда о нем откроется, но в это время взят от среды удерживающий теперь. Бог через Даниила говорил о последней седмице, которая разделена на два периода. Первые три с половиной года – это время пророчествования этих двух маслин. И следующие три с половиной года – это время, когда дьявол будет в сильной ярости. Он знает, это совсем немного времени осталось. После чего, после этих трех с половиной лет, он будет схвачен и брошен и закован на тысячу лет. И вы знаете, что произойдет в это время, когда взят от среды удерживающий теперь? Вот эти два пророка, две маслины, они взойдут на облаке. Что еще произойдет в это время, когда они взойдут на облаке? Мы знаем, что умершие во Христе воскрешнут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, да? Такой порядок видит Бог. Он такой порядок установил. И это возможно, когда протрубит седьмая труба. Но мы прочитали с вами, когда эти два пророка были восхищены, взошли на облаке, на небо, тогда протрубил седьмой ангел. И вот что Павел говорит в первой главе, то есть в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, 14-18 стихи. «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам словом Господнем, которые принимают слова Божии, как слова Божии. Говорим словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, это самая труба, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, в средине Господу, на воздухе». Нет, речи не нет о том, что Он придет на землю, из земли возьмет нас и пойдет. Мы будем с ними... Встреча произойдет здесь, не здесь. Написано, что мы будем восхищены вместе с ними, которые прежде воскреснут, это умершие во Христе. И мы вместе с ними будем восхищены на облаках, в средине Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Здесь, на земле нашего Господа, вот на этой земле, интересуют Его святые. Он сказал, «Я приду за вами, я не оставлю вас, я буду с вами до скончания века». И пришло это время, окончание всех этих веков, пришло это время, пророки, удерживающие теперь Дух Святой, взят от среды. Беззаконнику никто противостоять не будет, Он будет в лютой ярости. Это будет время, которого не знало человечество от создания мира. И святые Божии будут восхищены. У нас начнется вторая половина, последней, семидесятой, седьмины. Ну, а что касается святых Божьих, апостол Павел говорит, «Будем восхищены в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». И говорит, «Этим утешайте друг друга этими словами». Последний текст Писания, который я хочу прочитать, это слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея в 25 главе 34 стих. «Тогда скажет Царь тем, который по правую сторону Его, придите, благословенные Отца Моего, и наследуйте Царство, уготованное вам о создании мира». И начали мы нашу проповедь с того, что Бог призвал нас в Своё Царство и в Свою славу. И весь этот процесс преображения мы пройдём здесь, на земле. И Он призвал нас в Свою вечную славу. И когда мы ведём себя достойно нашего избрания, нашего призвания, Господь говорит, прославляющих Меня Я прославлю, бесславящие Меня будут посрамлены. Бог не изменился. Как Он подтверждал авторитет Своих помазанников, так сегодня Он из руин поднимет Твой авторитет. Есть такое выражение из грязи в князи. Я слышал это выражение с детских лет, но понял, откуда оно взято. Бог об этом сказано в Писании нищего возвышает избрение. Знаете, что такое брение? Грязь. грязь. Когда Иисус плюнул на землю, Он из этого сделал брение и этим помазал слепорожденному. Помните? И сказал, пойди умойся. А Он умылся и прозрел. Брение. Из брения возвышает нищего. Куда? Чтобы посадить с князьями народа своего. Из грязи. в князи. Оттуда из грязи, из брения берет возвышает, чтобы посадить с князьями народа своего. Он это хочет сделать, и Он это сделает. И Он это сделает. И весь этот процесс, как я уже сказал, преображения, мы происходим здесь. Господь поднимет твой авторитет. Тебя могут ставить ни во что. Вот те свидетельственные вери, о которых апостол Павел описывает в 11 главе послания к евреям, их весь мир был недостоин. И неважно, что жили они не в богатых хоромах, не ездили на дорогих автомобилях, и не было у них роскошной жизни. Мы знаем, как они могли скитаться, где они могли ночевать, как они проводили дни своего странствования. Но это были те люди, которых весь мир был недостоин. В глазах Бога они были бесценны. Мы с вами в глазах Бога бесценны. Почему? Потому что мы куплены драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. Нет тебе цены, если на тебе есть знамение крови этого Агнца Иисуса Христа чистого и непорочного. Берем Бога.